МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого Карагандинского обзора основных событий этого дня. В студии Ирина Камышова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Акимобласти Бельгазы Кусаинов провел селекторное совещание по вопросам жилищного строительства. На заседании были рассмотрены комплексный план развития региона в рамках программы «Доступное жилье-2020», а также ход строительства, кредитного и арендного жилья в нашей области. Перед началом совещания глава региона рассказала о кадровых изменениях. Ранее уже сообщалось, что Акимом Октябрьского района назначен Кайрат Бегимов. Кроме этого, распоряжением главы региона, начальником управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области назначена Байдельда Санаубаров. Затем на совещании были рассмотрены вопросы повестки дня. С информацией о реализации программы «Доступное жилье-2020» в Караганде выступил глава города Баржан Абдишев. В мае месяце были полностью направлены заявки на выделение средств в размере 150 миллионов на разработку ПСД микрорайона «Панельцентр» и 120 миллионов в деньге на молодежную застройку на разработку ПСД микрорайона «Шахтерский». По строительству арендного жилья, сериализации для молодых семей через жилстрой «Бирбанк» из областного бюджета были выделены на разработку ПСД на строительство 9 жилых домов, 135 миллионов в деньге. Глава региона Бельгазик Усейнов отметил, что при реализации программы «Доступное жилье-2020» одним из необходимых условий должно быть строительство энергоэффективных жилых зданий. По итогам совещания Бельгазик Усейнов дал ряд поручений, касающихся реализации программы «Доступное жилье-2020», развития стройиндустрии, а также выявления неиспользуемых земельных участков, предоставленных для жилищного строительства. Это должно быть все современное, энергосберегающее, экологически чистое, и самое главное, с высоким качеством. Высокое качество. Для этого у нас должен быть большой лист простыни, где мы должны расписать все предприятия нашей области, которые могут качественно строить. И они должны участвовать в этой конкуренции, они должны выигрывать. Поселок Актас оброс бесконтрольно-мусорной свалкой. Здесь насчитывается 9 несанкционированных свалок. В основном горы с мусором располагаются близ жилых домов и дачных товариществ. Мусор – это, конечно, не сокровище, но для кого-то это все-таки источник дохода. Люди в разных уголках мира зарабатывают себе на жизнь тем, что собирают и сортируют отходы других людей. Но эта картина показывает, что здесь все иначе. Останки пищи, бытовые отходы и даже одежда – все в одной куче годами. В маленьком поселке вырабатывается, как оказалось, немало отходов. Чтобы попытаться решить проблему и не зарасти окончательно отходами местность, чиновники решили действовать. За это время было убрано 8 несанкционированных свалок. То есть, как утверждают в Акимате, улицы Привольная, Транспортная, Дворовая и Поселковая были очищены. А вот почему до остальных руки не доходят, объяснили таким образом. Не только санкционированные свалки у нас, ну, мусорки вывозятся. Это, к сожалению, объект несанкционированной свалки, который нам предстоит еще убрать. Ну, следить, как вы говорите, невозможно. К сожалению, месяц-полтора-два, и там появится опять куча мусора. Потому что, ну, не поставишь же там, извините меня, и сам не ставишь, чтобы следить и говорить. Здесь нельзя, здесь не положено. А, к сожалению, опять-таки, жильцы относятся к этому делу равнодушно. Аким, жители Актаса, призывают относиться к окружающей среде заботы и не забывать, что людям самим надо проявлять сознательность. Он отметил, что чистота района больше зависит не от коммунальной службы. В данном случае это то фура, а от самих людей. Морал Тукину, Абауржан Алипов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Двое карагандинских пенсионеров оказались на улице. Пожилую пару из дома выгнала родная дочь. Вот уже полгода, как старики скитаются по съемным квартирам, а собственный дом попасть не могут, опасаясь самого близкого человека. В квартирном вопросе разбиралась Мирамгуль Салкимбаева. Наиль Мухамедшин, 70-летний пенсионер, посвятил всю свою жизнь работе на шахте, пытаясь заработать хоть какую-то копейку для воспитания своих детей. В городе Саране не прожили до 2000 года, пока не случилось то, чего они так сильно боялись. Их дом попал под снос. По словам Наиля Рахимовича, после этой трагедии шахта выделила ему деньги на покупку жилья. Мы-то жили в поселке Малый Сану рядом с шахтой. В 2000 году наш дом попался под снос. И нам эта шахта дала деньги под снос. Дом при покупке находился в не лучшем состоянии. Теперь он выглядит вот так. Стоит отметить, что такими его сделали пожилые люди собственноручно, вложив в него все свои силы. Стариков затраченное время и деньги не беспокоили. Главное, не стали жить вместе с дочерью, от которой ждали ухода и заботы. Все началось именно с этого. Как уже купил дом, сразу бы записал на нее. Думал, думал, и она же, ну наша же дочь, думал, думал, мы вот умрем. Вечно мы же не будем жить все, и мы, и вы. Думал, мы-то умрем, потом она будет бегать по этим сонам, по этим бумагам все искать. Думаю, пускай бы на нее сразу. Родители, которые под старость лет ждали от своей дочери опеку, остались на улице в прямом смысле этого слова. Как отметил пенсионер, дочь Венера в первые дни придирчиво относилась ко всем его действиям. Однажды подняла руку на свою мать и даже пыталась отправить ее в психиатрическую больницу. Даже она мне привела с дурдома врача, а мы не знали. Она с ней пришла и зашла домой, кухню эту, зашла и села возле меня. Я как раз кушать готовила, плов делала на столе, там мясо у меня все было. Она говорит, я у вас участковый, говорит, врач, это самое, что у вас, как голова у тебя, у вас, как сердце у вас. По словам Наиля Рахимовича, в этой трагической истории играет роль еще один персонаж. Это сожитель их дочери. После его прихода дочь изменилась на глазах. Так как в доме место главы семьи занялся житель дочери, отцу приходилось ночевать в гараже, где там находились все его необходимые вещи для проживания. А вот у меня есть гараж, ну я уже уходил в гараж, в гараже спал я. Вот холода, морозы, я там спал в гараже. У меня, ну у меня там по общам все есть. Вот они, вот они выходят, вот мои дочки, и во дворе стоят, курят, и курят обоих. Конечно, у медали две стороны. И есть, наверное, и другая правда. Правда дочери. Но, к сожалению, наша съемочная группа, три раза выезжая по адресу ее проживания, так и не смогла взять комментарий по этому поводу. Поэтому ее правда останется при ней. А родители остались без дома и без средств к существованию. Скидай, скидай! Не хожу ли я! Кормируй, сиди, не надо крышать! Открой борода! По-хорошему! Бороду открой! Список у меня есть, я возьму свои эти. Я тебе ничего не возьму. Не трогаю я тебя, открой мне! Это плач матери, который придала половинка ее сердца. Сердце матери настолько доброе, что она готова простить ей этот поступок. Соседи, неодобрительно кивающей головой, вспоминают пожилых людей только с хорошей стороны. Где-то уйдут оттуда, только чтобы не скандалить где-то. За что скандалили? Мы, конечно, не лезли в эти дела. Они посидят, посидят все. Этот человек, скажу, как только лето начинается, он живет в гараже. Он живет, девчата, в гараже. Они не заслужили того, что случилось. Это, знаете, бесчеловечно. Все соседи здесь, знаете, так возмущены. Да, это самый натуральный шок. Тут и прокуратура, тут и следователи, тут кого только не было. Это вот женщина-соседка вот сюда упала на колодице, кричит, убейте меня, убейте меня, я не пойду никуда из своего дома. Бедные родители не верят уже ни судам, ни людям. Самое печальное для нас, когда предает близкий человек. Верно остается лишь истина о том, как мы сегодня относимся к родителям, так наши дети будут относиться к нам завтра. Хорошо бы, чтобы об этом вспоминали чаще, чем о своих правах на собственность. Рамгур Салкимбаева, Тулиген Рашид и Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Полицейские области вернули ветерану украденные медали. На прошлой неделе в полицию города Шахтинск обратилась пенсионерка, сообщившая, что неизвестная женщина проникла к ним в квартиру и похитила с пиджака ее супруга ордена и медали участника Великой Отечественной войны. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Семенов со слезами на глазах получает свои награды обратно. Когда-то он, не жалея здоровья и сил, воевал за родную землю. А на прошлой неделе ордена и медали 86-летнего мужчины были дерзко похищены. В отдел полиции города Шахтинск обратилась супруга ветерана, которая сообщила, что неизвестная женщина украла из их квартиры награды участника войны. В тот же день полицейскими Шахтинска были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Поиски были затруднены отсутствием точных описаний злоумышленницы. Спустя трое суток преступница была задержана. Ею оказалась 33-летняя уроженка Кустанайской области, проживающая в городе Абай. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был произведен опрос с соседей, в ходе чего была установлена одна свидетельствия, которая также могла пояснить, что она ее видела, но тоже плохо. Так как уже был вечер, было плохо видно. Задержанная рассказала, что встретила ветерана на улице. В ходе разговора пожилой мужчина обмолвился, что ему нужно сделать ремонт в квартире. Женщина предложила свои услуги, после чего, проникнув в квартиру пенсионеров, злоумышленница совершила кражу. Увидела деда, познакомилась с дедом, думала, она узнала все, что дед один живет, то есть легкая добыча денег. Данные ордена медали она припрятала за поселком в лесопосадке. Они были изъяты. Выяснилось, что это не первое преступление женщины. Ранее она была судима за кражи и мошенничество. К счастью, на этот раз сбыть украденные ценности женщина не смогла. Все медали и ордена в целости и сохранности возвращены ветерану. Ну, это же моя память. Это же кровь я завоевывал. Большое спасибо. Очень и особо я даю. В управление юстиции города Караганды внедрили в промышленную эксплуатацию модернизированную версию программы государственная база данных регистр недвижимости. Сотрудники департамента юстиции провели разъяснительные работы по правильному пользованию данной базой. Продолжит наш корреспондент. По словам организаторов данной встречи, цель внедрения – максимально безопасить всю информацию, содержащуюся в правовом кадастре и историю каждого объекта недвижимости. Безопасность – это главное качество модернизированной версии. Кроме того, база требует полного и качественного заполнения заявлений сотрудниками ЦОНов. Если в последней версии регистраторы имели возможность изменять или корректировать какие-то сведения в базе данных, то настоящая база, внедренная, такие действия не допускает. То есть несанкционированный вход и изменение сведений, корректировать сведения уже сотрудники управления юстиции не могут. Все регистрационные действия осуществляются на основании заявления собственника через Центры обслуживания населения. Под личным логином регистратора и каждое действие фиксируется и отслеживается посекундно. По словам сотрудников Департамента юстиции, за последние две недели со стороны заявителей имели место несколько нареканий на качество оказания государственных услуг. Министерство юстиции перешло на формирование сведений по субъекту и объекту недвижимости на новую версию. И в ходе данного тиражирования, так как мы являемся пилотным проектом, наша Карагандинская область, в рамках работы Министерства юстиции, у нас мы столкнулись с определенными трудностями. Как отметили сотрудники ведомства, на сегодняшний день работа по оказанию государственных услуг стабилизирована и находится на должном уровне. Мирамгус Алкимбаева, Кайрат Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом. Департамент по защите прав детей провел пресс-конференцию, где подвели итоги седьмой национальной информационной кампании «12 дней борьбы против детского труда». Подробнее в материале Жазеры Вдроемовой. Детский труд – любая работа, которую по своим условиям или обстоятельствам ее выполнения наносят вред здоровью, физическому, умственному развитию ребенка или препятствуют получению образования. Несмотря на то, что детский труд осуждается международным сообществом, а во многих государствах детский труд запрещен законом, он продолжает существовать, отмечает директор департамента по защите прав детей. Стала хорошей традицией в Казахстане проводить информационную национальную кампанию против эксплуатации детского труда. И вот уже пять лет координирует по Карагандинской области данную информационную кампанию департамент по защите прав детей, в ходе которой стартует всегда 1 июня и завершается. Вот сегодня мы как раз-таки находимся на пресс-конференции, которая подводит итог вот этой 12-дневной кампании, проведение ее в Карагандинской области. Все названные явления, безусловно, обязаны призвать взрослых на помощь детям, на решение их проблем. И начинать нужно прямо сейчас. Заботиться о детях каждый день, каждый час и каждую минуту. К сожалению, статистика показывает у нас по нулям. Тем не менее, нулевая процент эксплуатации детского труда. Однако ситуация, все мы пользуемся в транспорте, все мы выходим в рынки и видим, что наши дети, особенно в каникулярный период, устраиваются на работу, что однако беспокоит тот факт, что устраивается нарушение трудового кодекса без заключения договоров, то есть без страховок для наших детей. И в этом явно принимают участие как предприниматели, так и сами родители и наши дети. Также в программе пресс-конференции обсуждение итогов седьмой национальной информационной кампании, рассмотрение итогов проведенных рейдовых мероприятий, заключение меморандумов о сотрудничестве с партнерскими организациями, работающими по профилактике торговли детьми. Этого года, отличие ее от предыдущих в том, что вся она строится через игровые моменты, через проведение конкурсов. И ценно то, что нас поддерживает общество, государственные структуры и правительственные организации, молодежные объединения. И все мы сегодня делаем большое дело в поддержку и защиту наших детей. Жизир Абдраимова, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Совету ветеранов Октябрьского района 25 лет. Общественную организацию, в которой состоит более 30 тысяч человек, с юбилеем поздравил Аким Октябрьского района Кайрат Бегимов. От имени Афаната Аким Октябрьского района позволите поздравить вас с юбилеем 25-летним соединения образования Совета ветеранов, поблагодарить вас за преданность ветеранскому движению, пожелать крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям, выдержки и стойкости в защите прав и интересов ветеранов на Минтуде. 25 лет существует в нашем городе Совет ветеранов Октябрьского района. В общественной организации состоят 30 тысяч человек, среди них 115 ветеранов Великой Отечественной войны и более 4 тысяч тружеников тыла. Ветеранская организация выполняет очень важную роль в общественной жизни города. Самых активных пенсионеров отметили медалями и благодарственными письмами. Председатель Совета ветеранов Октябрьского района Марат Аймагомбетов отмечает, что немалый труд был проделан за 25 лет деятельности этой организации. Несмотря на свой почтенный возраст, члены Совета, словно дружная семья, участвуют во всех мероприятиях, будь то выборы или субботник. Кроме того, Совет ветеранов, среди которых много специалистов различного профиля, помогают советам и делам всем обратившимся гражданам. У нас есть люди, которые работали в коммунальных хозяйствах, и тоже могут дать грамотные советы. У нас есть юристы, тоже бывают проблемы. Человек, общество, природа. Так называется семинар по проблемам экологии Казахстана, проводимый среди школьников. Отрадно, что молодежь с удовольствием принимает участие в подобных тренингах и предлагает свои пути решения вопросов, связанных с огрязнением окружающей среды. Семинар среди старшеклассников 77-й школы по вопросам экологических проблем городской среды прошел впервые. В нашем регионе тема экологии особенно актуальна, поскольку в Караганде есть множество источников загрязнения. Караганда как бы промышленный город, область, и здесь очень много проблем. В зависимости от загрязнения окружающей среды, допустим, потом выбросы в атмосферу, загрязнения водных ресурсов, потом недобросовестное использование земельных ресурсов. Вот это все надо пояснить детям, разъяснить. В ходе семинара старшеклассники могли высказать свое мнение, касающееся охраны окружающей среды, а также внести предложение о получении экологической обстановки в нашем регионе. Люди, когда думают о себе, они не думают о других. Например, видят, что человек бросает мусор, и он говорит ему будто, но некоторые не делают этого, потому что думают, это не я выкинул, и он, пусть он сам собирает. И меня это не волнует. Вот как я думаю эгоизм. Все участники семинара получили кепки и футболки от организаторов, как напоминание о том, что только человек в ответе за сохранность природы. На этом наш выпуск подошел к концу. Поделиться интересной информацией вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 420649. Еще больше новостей на нашем сайте, адрес на экране. А я с вами прощаюсь. Всего доброго, салву, удачи! Субтитры подогнал «Симон»!